Добрый день. Общий проект Укрлайф ТВ, издательство Дух и Литера. Я Константин Сегов. Наш гость сегодня из Берлина, Регина Эльснер. Добрый день. Вы сотрудник научного центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине. Сегодня центр уже имеет серьезную репутацию в Киеве и в других городах. И сейчас на книжном арсенале киевляне уже готовятся к этому событию, из других городов Украины приедут гости. При содействии с вашим центром будет открыта очень важная фотовыставка, посвященная Донбассу, беженцам. И в ней участвуют очень известные в Украине фотограф Виктор Марущенко и британский фотограф Марк Невилл. Для нас очень приятно, что ваш центр непосредственное участие в поддержке этого проекта. И наряду с социологическими опросами, которые вы ведете в связи с Восточной Украиной, Крымом, будет это событие, посвященное и драмам жизни беженцев, семей, и красоте, и поиску человечности, и поиску достоинства, которое необходимо всем, находится ли человек прочно дома, или он оказывается перемещенным лицом. Эту выставку вы впервые увидели в Берлине. Могли бы вы немножко сказать о ваших впечатлениях и о том, как это окрашивало ваш взгляд на Украину? Да, я помню, что я пришла в этот центр тогда на собеседование. Я подавала заявку, они объявили поиск сотрудников. И я была немножко взволнована, я помню, потому что я не очень поняла, поскольку они хотят богослова. Я богослов католический по образованию, занимаюсь русским православием. И я пришла туда, и я видела эти фотографии, я это хорошо помню. Они у нас в центре, на стенах, в коридорах висели. И для меня это было очень важное впечатление, потому что сразу становится понятно, что это, конечно, научные центры, исследовательские центры, но одновременно тут смотрят и на отдельного человека. Тут не просто научными идеями, системами занимаются, а тут важно еще, что человек в центре внимания. Это было очень впечатляюще, я это очень хорошо помню. Эту выставку тогда открыли до меня, и я знаю, что Майк Невый очень хорошо сотрудничал с нашим директором Гвендуллинзаса. И я потом много слушала еще про этих людей, про фотографии. Они сопровождают нас в нашей работе, можно сказать. У нас эта выставка бывает, потом куда-то уезжает, как сейчас, в Киев. Но эти люди, они у нас есть, и мы поэтому помним, можно так сказать, почему мы вообще работаем. И пытаемся понять, что в Украине, в России, в Восточной Европе происходит. Очень интересно, что выставка называется «Обабич», и эпиграф к ней, видимо, куратор Ежи Онух, может быть, в сотрудничестве с фотографами и вашим центром, избрал неожиданный такой эпиграф. Ничто так не объединяет соседей, как общая ограда. В этом году памятная дата крушения Берлинской стены. И новая Европа, во многом после 1989 года, это именно разрушение оград. С другой стороны, мы видим, как новые ограды возникают сейчас. И многие хотели бы, чтобы, например, граница Украины была безопасна. Вопрос беженцев очень серьезно стоит в нашей стране. Вы знаете, что речь идет о больше двух миллионов людей. Для нас важно, что ваш центр изучает и пытается понять, что происходит в изменениях, связанных с не только перемещением лиц, но и изменением идентичности, изменением взглядов на конфликт, который продолжается больше пяти лет. Вместе с тем, то, что происходит у нас, в нашей стране, происходит в более широком контексте, европейском. И совсем скоро, через пару недель, будут выборы в Европейский парламент. За этим с беспокойством следят не только на Западе Европы, но и на Востоке. И Украина внимательно следит за тем, как будет решаться судьба новой формы, нового состава Европейского парламента. И мы знаем, что во многом этот вопрос завязан, опять-таки, на вопрос миграции, на вопрос беженцев. И Германия совершенно особую роль играет во всей этой проблематике, начиная с 2015 года. Перед тем, как говорить о решениях Меркель по этому поводу, или каких-то высоких политиков, вот вы были в Берлине, да, когда Берлин начал принимать беженцев. Вот расскажите о ваших впечатлениях, и как это влияло на жизнь гражданского общества, волонтеров. Да. Ну, это, на самом деле, в разных городах очень по-разному влияло на людей. А именно в Берлине, я помню, ну, 15-й год я была еще занята своим собственным ребенком, который родился в этом году, поэтому я немножко отстраненно смотрела, но в Берлине было невозможно пройтись мимо, потому что очень много беженцев приехали в Берлин, и в Берлине бюрократическая структура, которая принимает беженцев, она находится в прямом центре города. И эта структура просто не исправилась. Там пришли тысячи людей в течение нескольких недель, и была огромная очередь, и люди просто начали ночевать там, потому что им было некуда идти, лагеря наши были переполнены, они не находятся в прямом Берлине, они находятся вокруг Берлина. Люди просто и не успели оттуда приехать, до центра, чтобы очередь занимать и так далее. Просто было огромное количество людей, которые находились в центре Берлине, там ночевали, в палатках, и, ну, с ними надо было что-то делать, это было невозможно, чтобы они там просто спали на улице, и, конечно, и деньги им выделять было, да, деньги выделять они не успели. Там есть у нас какая-то система, как с беженцами работает, но она просто не справилась с таким количеством людей. И поэтому в этот момент очень сильное волонтерское движение выстраивалось, не только в Берлине, в других местах тоже. Но в Берлине, конечно, и так гражданское общество очень сильное, и мультикультурализма очень большого в таком городе. Поэтому это было и неудивительно, но одновременно, конечно, все равно удивительно, видеть, как люди просто взяли отпуск с работой, чтобы помогать этим людям, там им принести палатки, спальники, еду, пить. Некоторые их взяли домой, чтобы там с детьми, чтобы спать, и нормальные были условия. Это было очень сильно. И в Германии вот это по-немецкиму так-то слово «велкоменс культура» выстраивалось. Культура, гостеприимство. Это был очень-очень сильный знак. Но, конечно, тем длиннее это все, чем дольше это длилось, 4 года уже, да. Да, чем больше, конечно, и, во-первых, волонтерам им пришлось вернуться в свою обычную жизнь, и работу, и так далее. Во-вторых, политика очень сильно изменилась из-за давления популистов. Популизм в этот момент, там, в 15-й год, и в следующие там месяцы очень выросла популизм. Именно на почве вот этого огромного количества людей и внимание, объема внимания, который политика начала на это обращать. Интересно, что популисты, которые в тот момент стали сильнее, они именно там стали сильнее, где меньше всего было мигрантов. Вот это страшно интересно. То есть там, где это не было конкретным опытом людей, которые потом шли и голосовали, а скорее для людей это был опыт там по телевизору, в социальных сетях и так далее. Я знаю, что также целый ряд лет вашего опыта связан с университетом Мюнстера. Наш Центр Европейских Исследований Могилянской Академии тоже имел опыт обмена студентами. Мы принимали у нас студентов из Мюнстера, ездили с аспирантами нашими студентами туда вместе с Томасом Брэмером этот был проект. И как вот такой город, в котором огромную роль играет студенческое движение, как он с одной стороны реагировал, в отличие от Большого Берлина, где правительство, витрина Большой Германии, маленький город, университетский, как он реагировал на беженцев и какое последствие это имело для выборов в этом городе? Да, это очень интересный случай как раз, потому что Мюнстер известен тем, что это не большой город, но университетский. Один из лучших университетов Европы. Да, наверное. Там всегда очень большое количество людей выбирает христианскую партию, христианскую демократическую партию. Это значит, что там довольно консервативное общество, в принципе. Но одновременно там университет, большой университет, который очень известен для своих либеральных взглядов. И в том числе на Богословском факультете, он известен тем, католическим Богословским факультетом, что он очень либеральный, очень открытый. Поэтому это была такая интересная смесь всегда консервативности и либеральной открытости. Городские власти пытались очень умно, очень разумно беженцев интегрировать, принимать и интегрировать. И насчет того, что там есть гражданское общество активное из студентов тоже, из либеральных студентов, очень много инициатив было уже до того, что беженцы пришли, но и потом усилились, которые занимались именно помощью беженцам интеграции. Там было не так много лагерей на окраине города, а больше интеграции беженцев прямо в город, в среду, в квартиры и так далее. Там есть и лагеря, но они пытались это немножко сбалансировать. И вот это сочетание христианских ценностей, хоть и консервативных, но христианских, и либеральности, она создавала такую атмосферу, где не было страшно. И поэтому даже те люди, которые может быть были скептичны к беженцам, они не могли подаваться популистским лозунгам. И поэтому популистская партия Германии, она именно в Мюнстре вообще не получила никаких процентов. голоса? Ну, несколько голосов, но ни одного представителя. Ни одного там были какие-то, но совсем смешные цифры, на самом деле, по сравнению с другими областями Германии, где они получили до 40%. Так что разительный контраст. Это было очень интересно, надо за этим наблюдать. Тоже немножко, конечно, обнадеживало, что все-таки можно повлиять на то, насколько люди подаются популистом или не подаются. То есть, с одной стороны, получается, что тогда, когда значительная часть города реально вовлечена в процесс встречи, без всяких розовых очков, но и без страшилок участвуют в гостеприимстве, в диалоге с чужими, с людьми, с которыми поначалу нет общего языка, это приводит к тому, что у людей нет травмы по отношению к чужому, ксенофобии, вскачка. Они знают, они понимают, что, ну, если им говорят, что они страшные, то они могут сказать, нет, я знаю, я знаю людей, я не знаю просто там истории из интернета, из фейсбука, из новостей, я именно людей знаю. И в этом ключевой момент, мне кажется, во всех стереотипах, которые могут где-то вырасти, главный момент, это лично знать кого-то, лично познакомиться с ситуацией. И это меняет очень много. Я думаю, что у нас, там, где люди реально лично принимали людей из Донбасса, из Крыма, из Луганска, я знаю компании, в которых работают люди с Востока Украины, это тоже совсем другой опыт, не похоже на абстрактные разговоры о людях оттуда или отсюда. Интересно, что сейчас выборы в Европейский парламент, в тот же самый день Германии будут также выборы в некоторых землях, в частности на востоке Германии, мы обсуждали это тоже с Томасом Брэмером. Какие у вас ожидания? Какие? Ну, я, мне интересно посмотреть, я не знаю, у меня никаких прогнозов нет, что там выходит на самом деле. Мне кажется, что популисты, вот АФД, вот эта партия «Альтернатива» для Германии, она себя очень сильно в моих глазах дискредитировала за последнее. Ну, она была и так не, не было высокого мнения о них, но они просто показывали, что они действительно не способны на профессиональном уровне вести политику демократическую. Они, ну, везде, где они есть, в принципе, развитие стоит на месте, потому что они вносят какие-то предложения, они безумные или бессмысленные, и другие партии все-таки сильные, и они дискутируют, но они не могут ответить. короче, там видно, что они не могут в здоровом демократическом обществе, они не могут вести политику, им не хватает профессионализма для этого, они популисты. Мне кажется, что это должно быть всем видно, но мне и тогда было понятно, у меня было ощущение, что тогда это должно было всем видно, что они не способны. Поэтому я не знаю. Конечно, еще на результаты в этих регионах, в Саксонии, в Бранденбурге, они тогда получили очень большие проценты. Там у нас в Германии вообще изменилась ситуация с беженцами, их сейчас значительно меньше, политика подстраивалась конечно немножко. И поэтому эта проблема с беженцами и с популизмом мне кажется ушла немножко из Германии, не сильно, но ушла. Зато у нас проблема сейчас на европейском уровне, потому что мы видим, что такие страны как Венгрия, Италия, как на Балкане, там сейчас проблема стоит. Можно сказать, что мы эту проблему отталкивали, выталкивали из Германии. Делегировали. И сейчас вот в этих странах у нас есть проблема с популистами намного больше, конечно, и это для выборов европейский парламент конечно так настораживает, потому что там в Германии уже не будет там уже не будет вот это сильное популистское направление, но то, что из Венгрии, из Румынии, что там происходит, это конечно все равно будет в это направление. Для Украины я сразу реагирую очень актуальный вопрос прихода непрофессионалов в политику. У нас это не только первое лицо в государстве, но и сейчас предстоящие выборы в парламент, дискутируется вопрос обновления элит и какую роль могут новички играть в обновлении или наоборот торможении реформ в жизни в динамике жизни страны. У вас уже есть несколько лет опыта непрофессионалов в политической жизни. Какие за и против этого опыта? Ну, я должна сказать, что в Германии скорее всего на то, что мы более-менее бесполезненно вышли из этой ситуации, очень сильно влияло на то, что у нас очень длинный опыт демократии и здоровой демократии, я бы сказала. Что институции, что равновесие, что права работают. Это действительно работает. И там невозможно, что кто-то просто пришел и что-то изменил, как хотел. Там очень здоровые дискуссии, вот это все. Поэтому это нас немножко спасло. И поэтому сравнить это с Украиной сложно, потому что здесь, мне кажется, этого опыта спокойно или даже неспокойного, но уравновешенного диалога, он только начинается развивать вот этот опыт. И системой партии, системой демократических процессов просто институции, в том числе и rule of law, что законы, они работали действительно, и всех их заблудали. Поэтому сложно сравнить, конечно. Я думаю, что это большой вызов для Украины, естественно. С другой стороны, мне кажется, мы видели за последние месяцы и годы в итоге с Майдана, что общество все-таки может быть даже уже дальше, чем многие о нем думают, чем многие считают, что это еще какой-то Советский Союз, в принципе. На самом деле, мне кажется, Майдан и тоже вот эти последние выборы, они довольно впечатлительно показывали, что общество уже не функционирует как в диктатуре. Тут уже больше свободы, больше самостоятельности и неожиданности в том числе. Но сотрудники в том числе вашего центра и многие наши коллеги в Германии отмечают, что действительно гражданское общество здесь во многих вопросах окажется более зрелым, чем политические институции, которые должны были бы его представлять. Но вот интересно, что все-таки парламент это законотворчество, это все-таки работа, выработка законов и дальше их проведение. Как себя в этом плане показали популисты у вас? Никак, я бы сказала, что вы показывали. Я сама работала полгода в Монестаге у нас в одной из партий, как референт, как научный сотрудник. И я немножко видела, как это работает. И на самом деле политики, конечно, самые политики депутаты, они, конечно, важные, они представители, но реальную работу очень часто делают сотрудники, которые там сидят, которых никто не видит, которые готовят речи, которые готовят выступления, и в том числе и законы, и так далее. И поэтому у популистов просто очень мало таких ресурсов. интеллектуалов, которые из университетов выходят и хотят заниматься политикой, там очень мало популистов. Экспертиза слабая. И поэтому у них очень слабая экспертиза, они иногда носят такую ерунду, что всем понятно, что это не имеет никакого шанса на какого-нибудь закона реального. Поэтому законотворчества у них никакого не произошло в это время, что они там есть. Проблема с ними это то, что они очень сильно тормозят процессы в других областях. Они блокируют работу. В том числе и для зеленых, например. Да, потому что законопредложения, которые от других партий происходят, они просто очень медленно продвигаются, их надо несколько раз, по несколько раз они пересматриваются по запросу популистов и так далее. Это побольше проблемы, чем то, что они реально творят. Реально они на самом деле немного творят, но они очень сильно задерживают процессы. Это немножко похоже на то, что из Америки происходит на самом деле, что там тоже ничего не рухнуло с тех пор, что Трамп пришел, но и там и ничего креативного не происходит, потому что процесс стоит. Это печально, но все-таки это не конец света, скажем так. Ну вот как раз к вопросу встречи с другим, которая происходила в Мюнстере и в других точках Европы и от того, что мы начали беженцев на Донбассе и беженцев в Западной Европе, важный шаг к тому, как понять, осмыслить и на практике осуществлять достоинство и принцип человеческого достоинства другого. И важным шагом к этому будет международная конференция, которую мы готовим в октябре в Киеве, будут участники из разных стран мира. Какие ожидания, какие пожелания для этого форума в Киеве вытекают из этих размышлений? Ну, мне кажется, что тема достоинства, она в Украине за последние пять лет, она лежит на поверхности. Революция достоинства произошла. По самому названию и другие так и говорили, что это была именно борьба за достоинство человека и за достоинство общества. И одновременно мне рассказывали разные коллеги, и мне так кажется, я занимаюсь православием, но я, конечно, и с разными людьми общаюсь, одновременно никакого научного осмысления понятия достоинства. Что это такое? Видимо, есть какое-то ощущение глубокое ценности человека, и что это не... она есть и есть, она в каждом человеке лежит, и за нее стоит бороться, и на нее нельзя касаться. Но откуда это понятие, как можно ее опознавать, как можно ее в дискурсе с разными силами в обществе отстаивать тоже. В этом пока не очень сильный научный дискурс. И с этой конференции мы хотели бы начинать вот этот разговор, этот дискурс о том, что это такое достоинство человека. В нем есть христианские корни, но что они означают тоже в православном контексте, у нас в Западе есть богатая в этом литература и научные исследования. учение, социальная этика. Но в православии такого пока очень мало, скажем так. И что это означает для общества, которое понимает религиозно, но одновременно становится все более секулярным, но все равно это же формировало общество и идентификации людей этой православной корни. Поэтому мне кажется, будет очень интересно начинать этот разговор. с западным тоже христианским опытом и богословским осмыслением достоинства, с общественным опытом Украины сейчас за последние годы. Начинать такой диалог, чтобы лучше понять, что происходит, тоже лучше понимать, как православные корни влияют, в чем их потенциал, тоже в диалоге с западными ценностями, потому что на самом деле в православии очень много есть того, что может обогашать наш дискурс на западе. Поэтому, мне кажется, это будет начало, это будет только первый шаг, я надеюсь, осмыслить вместе и думать, как это на практике, как это влияет на практику гражданского общества, разные варианты понимать достоинства человека. Это очень интересно. Мы сейчас были во Львове в УКУ на конференции, где как раз ставился вопрос о поиске общего языка и разработке социальной этики. Действительно, не секрет, что эти вопросы многократно развивались и протестантами, и католиками, и, скажем так, чем дальше к Востоку, тем меньше это выходит в жизнь, могут быть даже подготовлены какие-то документы, но в реальной практике сообществ предстоит проделать большой путь. И я думаю, что и живой разговор, и публикация на эту тему, и продолжение этой дискуссии будут иметь большое значение. Я была бы очень рада. Мне кажется, что в Восточной Европе фаза, что вообще есть общество, и что у церкви тоже есть что-то обратить внимание на общество, это же совсем короткий период на самом деле. Исторически, да. Исторически, поэтому очень понятно, что это все живое и начинается только, и мне кажется, тут очень большой потенциал для диалога. Многие по инерции продолжают сосредотачиваться на отношениях между государством и различными церквями. Мы видим, как первые лица встречаются с первыми лицами, но реальный Этика остается на уровне индивидуальности на самом деле. Вот есть вот этот разрыв, что этика на уровне индивидуального человека, верующего, и уже потом на государство выходит. Но что между ними есть структура, система, которая имеет свою логику, с которой надо общаться, на которую надо обратиться. Это новый опыт, и это надо начинать осмыслить. и перенос центра тяжести из государства на общество как главного собеседника этих сил. Это очень важно, и на самом деле предстоит еще тоже огромный путь проделать, чтобы это вошло в образование, чтобы это было очевидно в университетском образовании, в среднем образовании, и чтобы соответственно децентрализация, о которой многие говорят, она ясно входила в практику того, что не государство является главным актером в этой области. У него много других функций, пускай оно с ними справляется достойно, но здесь гражданское общество имеет что сказать. В частности, мы встретились сегодня в тот день, когда весь мир провожает Жанн Аванье, великий канадец, сын губернатора Канады, у которого открывалась прекрасная карьера и в морском флоте, и в философии, и который избрал жизнь с людьми с особыми потребностями. И Жанн Аванье, автор замечательных совершенно книг, бестселлеров, переведенных на все языки мира, мы издавали дух элитера, книгу его «Жить мирно посреди насилия», и прямо скажем, эта книга продолжает быть в высшей степени актуальной, причем мы делали ее совместно с Николаевым, поэтому она вышла сначала на востоке Украины, затем по всем регионам распространялась, и вторая его книга «Дорога домой». И вот его мысль о том, что каждый человек по-своему несет свои раны, и так или иначе самый даже благополучный внешний человек тем не менее несет и память тех, кто был до него, и своих, своей прежней жизни, и тем не менее вот этот горизонт достоинства он может быть и призван быть основанием для диалога, для встречи совершенно с непохожего опыта социальных, физически, психологически, и я очень надеюсь, что последующие семинары, конференции, которые мы будем вместе организовывать, дадут поле для такого разговора. Я уверена. Спасибо огромное за эту встречу. Спасибо вам. Будем продолжать в Киеве это общение. Благодарю. Дякую я. Субтитры подогнал «Симон»